Мы ничем не меняем нашу практику с учетом суш-магая-ямы, которую мы сегодня пробовали внедрить в плечевой и грудной отдел, и шейный отдел. Поэтому мы с вами здесь точно так же будем работать с помощью ключей суш-магая-ямы, но при этом какие-то специфические упражнения, которые необходимы для пренатальной йоги, для йоги, стимулирующей голову функцию, стимулирующей репродуктивную систему, мы тоже будем участвовать в этом процессе. Значит, давайте мы начнем с вами вот с чего. Раз мы с вами находимся в положении стой, это логично, мы уже начали разминать пятихорку бедра, таз, это неплохо. Но мы с вами начнем вот с чего. Мы начнем с более тонких деталей, более мягких, которые в свою очередь запускают механизм работы ног более крупно. Это стопы. Это стопы и голеностопы. В нашем с вами случае очень важно, и мы сразу же начинаем отвечать на вопросы, касаемо отечности ног и касаемо накопления жидкости во время беременности, особенно на третьем триместре, когда может присутствовать такое понятие, как гистос, на какие-то не очень хорошие воздействия на организм, в том числе и отечность. Вот. Мы с вами делаем те движения, которые позволяют вам включить так называемую мышечную пункту. То есть мышечная простимулирует ткани к хорошей активной работе, увеличить генозный отток. Подробнее об этом процессе, как он работает, я расскажу в мостератической части. Мы сейчас с вами начнем просто делать. Хорошо? Начнем мы со следующего. Очень простые движения, но очень полезные, эффективные и для нас приятные. Ставим стопы примерно на ширину бедер, можно чуть хуже, можно чуть шире, уберите удобный ряд в зависимости от развернутости ваших тазобедренных суставов. И начинаем мы очень мягко, мы давайте по 10 раз сделаем, чтобы нам было удобно. Начинаем очень мягко переносить вес тела на носки, максимально фиксируясь на носочках, и опускаемся вниз. И вот так себя считаем 10 разочков. При этом, смотрите, мы не вскакиваем резко, а мы поднимаемся и фиксируем натяжение мышц. Вы делаете это достаточно мягко, вы сразу чувствуете, как начинают блиностопы и икры, напрягаться. Вот очень хорошо. Это включает в работу мелкие группы мышц, которые заставляют работать крупные. Если вы начнете сразу работать с крупными группами мышц, то нам будет тяжело в этом варианте. Так, ну вот пусть, допустим, будет 10. Положение номер 2. Мы собираем пятки вместе, носочки на руку. Это было немножко полезное положение. И точно такое же движение. Очень сильно они разворачиваются. Мы разворачиваем наружу и собираем наружу. Движение объемное, плотное. Здесь вы никаким образом не затрагиваете матку. Правильно, не затрагиваете точную полость. То есть вы работаете себе ногами для того, чтобы вам было удобно. Уже сводят руки? Очень хорошо, прекрасно. Так, оставится нам давайте пусть будет 9 и пусть будет 10. Хорошо. Положение номер 3. Когда носочки внутри, опять же кинуть, косолапые такое положение, тоже 10 раз. Да? Все эти движения, пожалуйста, делайте, но не до онемения. Если чувствуете уже онемения, встаньте, расслабьтесь, расслабьтесь. По мере практики будете привыкать делать и по 15, и по 20 раз, и ничего не будет. То есть это запускается механизм мышечного полку ног, который с вами включает нас хорошую активную работу. Ну пусть будет 9 и пусть будет 10. Хорошо. Да, ничего страшного, я думаю. Растянем немножко ноги, растянем поленосток, на себя носок. Чуть вытянем все, не сможем упереться в витро. То есть здесь нет абсолютно никаких таких специфических действий. И другое. У меня в таком положении, вот на этой ноге, в пятке немножко подстрелим. Но она если повреждена, то возможно просто от механического воздействия на нее, то возможно просто несколько такое дискомфортное состояние. Но у меня так раньше не было. Одно время было на этой ноге несколько дней, сейчас на этой. Возможно. Здесь меняется структура ткани, они становятся более мягкими, косточки немножко более чувствительными. Вот это вот ощущение в ткани, в пятку, оно там присутствует. Его просто желательно не довозить до постоянного. Ну, если оно есть, если оно не очень сильно мешает, то в принципе можно с ним продолжать работать, но просто аккуратно. Значит, давайте с вами следующий момент рассмотрим. Если мы сейчас чуть-чуть начали включать, у нас в принципе до колена нога начала немножко работать. Давайте положение номер 2. Исследуем тоже в этом же формате. Шага правой стопой вперед, левой стопой назад. Стопы примерно параллельно друг друга. Примерно очень широко шаг не делайте, здесь есть такой средний шаг, чтобы он не стоял. И точно такое же положение. Мы поднимаемся на носки и опускаемся вниз. Здесь будьте аккуратны, потому что здесь у нас с вами... Привет. Здесь у нас с вами работает очень активно... Сейчас наступлю, цепь на ладошку. Здесь у нас с вами работает очень активно система стабилизации организма. То есть система, отвечающая за ваше равновесие. А во время беременности равновесие нам очень важно. Да, и ты тоже это знаешь. Почему? Потому что беременная женщина за счет изменения веса тела, за счет изменения направления силы тяжести, конечно, подвержена более стрессовой ситуации в плане возможных падений, подсказаний, т.д. и т.п. Т.е. тренировать систему организма, которая отвечает за баланс, очень важно. Плюс ко всему мы с вами достренируем мышцы. Ну, тут можем, циркулась. Хорошо. Опускаемся. Разворачиваемся просто в другую сторону. И то же самое движение действует. Вот то, что у вас сейчас есть определенный уровень накопления уже усталости, это нормально. Давайте мы немножко через него пойдем. Вот. Для того, чтобы чуть-чуть мышцы ног аккумулировались к большей работе. Есть. Правильно, правильно. Звучает. Звучает процесс. Хорошо. Возвращаемся. Точно так же мы можем растянуть ноги, но давайте сделаем это чуть по-другому. Мы сделаем чуть пошире стопы. И мягким движением, упираясь в бедра, немножко наклонимся вперед-вниз и дадим таз чуть назад. То есть упремся в бедра и немножечко направим таз назад. Вы сразу чувствуете, как начинает растягиваться длинностоп, подколенная, да, внутренняя горность бедра, немножко дальше. Вот. Это движение очень полезно. Слишком сильно его не делайте. На спину не переносите напряжение, живот абсолютно расслабленный. Угу. Давайте начнем немножко работать уже с бедрами, с более крупными группами мышц. Мы переносим лист тела на правую стопу. Вот здесь будьте аккуратны. Лихо садиться с большим животом так не рекомендуется, если вы не практикуете всегда и часто. Направляем носочек на себя. Угу. Есть. Старайтесь немножечко больше растянуть под колено. Ставим стопы с внутренней стороны правого бедра и правого колена. Две ладошки. Угу. И начинаем мягко покачивать таз назад, как если бы мы хотели присесть назад. Ягодицы набрали в ближайшее пол. И возвращаем чуть вверх. При растяжении назад вы наверняка чувствуете усиление, обобрение под колено и схожилие. Да? Усиление и растяжение вот здесь, в этой части. Есть она? Да. Хорошо. Вот это важные моменты, когда мы с вами работаем с подобным движением. Если нет, это не значит, что ты не стараешься или что ты какая-то неправильная. Это значит, что у тебя есть уникальные особенности работы в этом формате. Ты можешь не чувствовать из-за недостаточной нагрузки просто на свои мышцы. Они могут быть достаточно эластичными и просто этого не чувствуешь. Тоже попробовать чуть усилить движение за счет вытяжения в нитку лику боку. При этом оттягивать назад таз. Вот, да. Угу. Есть. И через опор на ладошки мягко, аккуратно переносим из тела на левую сторону опор. Правое колено сразу же выпрямляем, носочки направляем на себя. Ладошки с внутренней стороны бедра и стопы. Корпус повернут в центр. Для живота здесь подвечное пространство, правда, нам еще не мешает. И начинаем очень мягко вытягиваться назад и вниз. Плюс ко всему мы здесь с вами прорабатываем свод стопы опорный. А это очень хорошо для того, чтобы не происходила здесь плазея. Это излишне ткани и провисание, так скажем, про воплощение свода стопы. Что происходит во время беременности. Вот. Это не всегда нам на руку. Поэтому мы здесь стараемся об этом тоже помнить. Есть. Возвращаемся в центр. Переносим из тела вверх. И можно опираться ладошками о пол. Можно чуть собрать стопы и скрепить руки в локтевой замок и повиснуть вниз. Можно оставить ладошки на полу, если вам это удобно. Вытягиваемся вниз. При этом, пожалуйста, помните, что вы не совершаете движение покачивающего. Вы совершаете единое движение, углубляющее вас вниз. Если вы касаетесь локтями пола, или если вы касаетесь макушкой пола, пожалуйста, вы можете это использовать. Для себя. Раскрепляем руки. Ладошками отталкиваемся от пола. Чуть-чуть собираем стопы внутрь. Сейчас очень мягкая спина. Начинаем круглую спину оболзти вверх. Мягкое движение, длинное. Не делайте его резко, даже если вы в себе уверены, в своем ощущении. Не надо его делать резко, просто мягко. Чтобы, опять же, не было скачков давления. Потихоньку ноги начинают превышаться в работу. Есть такое. Но ощущение, что чуть-чуть они начинают себя вести более активно. Давайте дальше с вами сделаем какие-то движения. Нам важны пальцы ног, потому что пальцы ног являются ведущим звеном для формирования правильного свода стопы и правильного формата движения стопы при ходьбе, при каких-то других движениях, но при ходьбе в частности. Давайте мы немножко поработаем его с каким-то ранним. Мы попробуем с вами заворачивать пальчики ног вот таким образом внутрь в кулачок и наружу. Ну, у нас как-то, наверное, не очень комфортно это делать, не видно ничего. Значит, здесь смотрите. Абсолютно необязательно, что вы сразу положите вот таким образом стопу, да, потому что я это делаю чуть больше, чем вы. У меня уже более подвижные в этом плане пальцы ног. Так, чтобы было не видно большой ноготь на ноге, да, большой палец. Но это абсолютно не самоцель. Это есть механизм контроля за движением. То есть, если вы понимаете, что вы можете скрутить пальчики побольше, если они более активны, это говорит о том, что вся ваша стопа начинает работать более активно. А стопа – это ведущее звено правильного положения тела вертикального, горизонтального и движения тела в перемещении в пространстве. Есть. И завернем обе ножки внутрь, попробуем так немножко постоять. Немножко будет больновато, с непривычки. Старайтесь просто держать до той поры, пока вы эту больно проявляете. Есть. Вытягиваем. Немножко расслабляем. Так, чтобы вам было удобно. Есть. И давайте мы с вами сделаем достаточно мощную активную био-яму, которая поможет нам очень хорошо проработать тазобедренный сустав и немножко разогреть, то есть создать хороший активный приток крови мышцам ног. Движение следующее. Мы ставим с вами стопу, примерно, на черене. Резер можно чуть шире. Переносим вес тела на одну стопу. Отрываем вторую ногу от пола. И вот таким движением сокращающим. Как бы ударяем пяткой по ягодице. Вот такое движение. Вот. Оно не страшное абсолютно. То есть здесь мышцы пресса работают, но они работают минимально. Они скорее удерживают просто корпус. Вы чувствуете сразу, да, как сокращаются мышцы, как они работают. Вам приходится удерживать баланс. Вам приходится себя как-то контролировать. Вот. Это очень хорошая био-яма для того, чтобы, опять же, снять отчетность дальнейшем, то есть спровоцировать механизм хорошего кровотока и хорошего римфотока. Да? Можно резко делать? Резко достаточно, да. Пятка здесь активная, то есть носочек направлен на себя. Мы пяточкой стараемся ударить себе гордиться. Да. Угу. Есть. Опускаем. И вторая нога. Вот таких движений желательно сделать штучку 10-11. Да? Активное движение идет назад. Такое стрекательное движение назад. Вперед оно более мягко выполняется. Разгибается более мягко. Ну, антицеллюлитная программа. В том числе. В чем фишка, так скажем, антицеллюлитных программ? Убрать излишнюю жидкость из организма в тех зонах, которые ее накапливают. И, собственно, мы об этом сейчас и говорим. То есть это скорее эффект дополнительный, акцентический, если об этом хочется еще помнить. Вот. А с точки зрения йога-серопеи, это очень мощный эффект, который удерживает ваши мышцы, удерживает ваши сухожилия и сосуды в очень хорошей форме. Во время беременности, в частности. Хорошо. Это мы с вами сделали. Здесь можно немножко тоже растянуться. Либо опуститься вниз с помощью рук, либо с помощью локтевого замка, так как вам удобно. Здесь же мы сразу, смотрите, при наклонах вниз тренируем и формат изменения давления. Да? Поэтому мы это делаем достаточно мягко и плавно. Есть. Давайте чуть согнем колени и мягко себя вытянем вверх. Хорошо. Попробуем с вами сделать асану, которая носит очень смешное название в русском звучании. Ну, на санскрите она звучит именно так. Это как асана, поза ворона. Да. Это кака, это ворон на санскрите. Мы с вами сделаем сейчас эту асану и немножко ее сделаем в цикле виньяса. Виньяса – это сочетание нескольких движений, образующих единое целое. То есть, такой маленький мини-комплекс, прорабатывающий ту или иную группу мышц. Нам очень полезна эта виньяса, очень полезна именно эта асана. И, так скажем, в традиционных каких-то системах где-то рождения используется подобная поза для рождения ребенка. В том числе. То есть, имейте в виду не для того, чтобы вы, так скажем, в такой экстравагантной позе рожали. Я сейчас скорее не об этом. Я скорее о том, что именно асана позволяет очень хорошо проработать те структуры, которые активным образом взаимодействуют в процессе рога. Мы с вами расставляем стопы носочками на руки. Мы делаем стопы шире, чем у бедра. Вы сейчас сами найдете свой вариант, который вам будет удобен. Для начала средний вариант мы с вами сделаем, попрактикуем средний вариант, чтобы немножко привыкнуть. С выдохом начинаем опускать таз вниз, опять же нейтрально. То есть, не поджимая внутрь мулаванха, не вытягивая назад, да, хвостиком назад. Ладошки опускаем на бедра и вытягиваем вниз. Таз. Вот себя немножко в этом положении зафиксируйте. Вот таким образом локтями опопритесь, а бедра, ладошки можно положить на живот. Вот мне очень удобно, да, у кого живот уже большой, очень удобно следить за тем, чтобы он просто не напрягался. Тяжело ли? А говорят просто. А уж тем более рожать. А уж тем более рожать, да. В общем-то, это движение как раз таки создает в вас нужные мышечные усилия, нужные мышечные силы для того, чтобы ноги были активными. А ноги у женщины более развитые, чем верхний плечевой пояс, но это более для мужчин в том числе. Да. Разворачивайте бедра чуть шире, то есть позволяйте животу быть свободным в этом пространстве. Что ж вам в первую очередь подболитесь напрягать там? Ноги или руки? Ну вот где у кого что болит, там значит и есть проблема. Да. Хорошо. Ну в общем тяжело, да, тяжело. Ладно, тогда мы сделаем несколько подходов. Вытянемся вверх, пяточки наружу, то есть обратное движение. Были пятки внутрь, теперь пятки наружу. Вытянемся вниз. Это компенсаторная нагрузка для того, чтобы растянуть ноги. Растяните их хорошо, потому что вам сейчас потребуется еще неоднократное повторение подобного рода действий. Хотите вы того или нет, вы ему нужна. Так, давайте немножко с тобой заберем пяточками внутрь. Ладошкой можно упереться в бедра, корпус выяснить чуть вверх. И с выдохом мягко, аккуратно раскрывая бедру, раскрывая колени и опуститься вниз. Спина прямая? Да, спина желательно прямая. Желательно. Так и достаточно обязательно на камеру? Да, достаточно. Ориентируйся на свой организм. Да? То есть все структуры, которые обозначены как главные, это ноги и бедра, они должны быть ведущими. Остальное может быть вариативным. Давайте немножко поработаем с ногами. Вот таким образом. Попереносим вес тела на одну пяточку и через центр аккуратно на другую. Будьте аккуратны. Мы заворачиваем. Кто так скрипит? Я. И я. Я тоже, кстати, немножко, но ничего, хорошо. Да, если получается так, что вам не хватает равновесия, конечно, отпустите ладошки на пол. Желательно с помощью, так скажем, более сильной проработки мышц ног, если это возможно. Используйтесь положение вот такое. Да? Собранные руки, опора локтями на бедра. Сделайте это мягко, сделайте это достаточно плавно. Более подвижно. Сейчас, после нескольких повторений, уже вот эти щелчки ваши составные пройдут. Вот. То есть это уже будет скрипеть в пол. Мышцы очень здесь активно тренируются, правда? Протренируется здесь мышечный рельеф. Да, и внутреннюю поверхность бедера, связки. Здесь тренируется мышечный рельеф очень хорошо. Хотя вы можете находиться в положении, можете находиться на серьезном сроке беременности, никак не затрагивать мышечную структуру брюшной полости. Да? Это я и к вопросу о том, что можно ли делать подобного рода движения. Конечно, можно. Вы это сами сейчас чувствуете. Давайте еще по разочкам доделаем. В каждую сторону. Есть. Вернемся в центр. Ладошками оттолкнемся от пола и вытянемся вверх. Немного еще расслабим до растянения сустава, сухожилия. Повисим немножко вниз. Всегда давайте компенсатологию нагрузку для того, чтобы ваши последующие движения были более...